Праздник, который с нетерпением ждали 54 тысячи московских 11-классников. Лучшие из лучших, золотые медалисты, прошли по красной дорожке и получили аттестаты в Кремлёвском дворце. Центром торжеств традиционно стал Парк Горького. Кстати, артистов выбрали сами школьники на портале «Активный гражданин». Темой выпускного бала в этом году стала компьютерная игра и символический переход на новый уровень сложности. Школа окончена, впереди поступление в ВУЗ. Для родителей юных москвичей выпускной стал настоящим испытанием. Платье дороже, банкет пышнее. Всё для того, чтобы 11-классникам этот вечер запомнился на долгие годы. Как выпускной бал превращается в королевский, выясняла Ирина Баранова. Кате 17. В ателье премиум-класса она примеряет выпускное платье. Ткань для выпускницы везли из Италии. Туфли от модного дизайнера подобрали в дорогом бутике. Я ещё в классе пятого, наверное, мечтала о прекрасном, таком воздушном платье выпускном. И думала, что у меня оно будет самое красивое. И я оплатила все свои идеи. Я сама придумала это платье. Подготовка ко дню, которая в жизни бывает лишь однажды, становится неким соревнованием для родителей. Чья дочь красивее или, скорее, дороже. Мама Кати на счету, которой уже второй выпускной, не считая её личного, вспоминает, как выпускала из школы старшую дочь 4 года назад. Мне кажется, сейчас как-то более посовременнее всё. А запросы выпускников изменились, нет? За эти 4 года? Я думаю, да. Я думаю, возросли. Выпускное платье – главная задача. И по сложности она порой превосходит сложнейшую математическую из тестов ЕГЭ. Поэтому решать её начинают за несколько месяцев до торжества. Помощь привлекают готовых на всё дизайнеров и партнеров. Одни не жалеют деньги, другие – идеи. Всё зависит от запросов. Мы готовы выплатить вообще любую задумку клиента. Чтобы платье было неповторимое, его могут отправить, например, в Индию. Там делают уникальные вышивки для самых известных брендов. Для одной московской выпускницы там расшивали шоу, который стоит десятки тысяч рублей за метр. Оно было короткое, но оно было очень интересно. Но были сразу творожские рисунки, специально для нас для этого платья создавали. А ещё выпускные альбомы, подарки учителям, поездки на лимузинах, точные клубы или караоке. Каждый шаг перехода во взрослую жизнь будут фиксировать фото и видео специалисты. Потом дорогой монтаж и выкуп готового кино. Организаторы праздника готовы освоить любые суммы. И некоторые родители охотно скидываются по миллиону рублей на выпускной. При том, что в классе может быть всего 10 человек. Получаем заказ привезти звёзд каких-то из-за рубежа. Это представьте себе гонорар, это бытовой звуковой райдер. Выпускной в усадьбе у озера под белыми шатрами считается относительно бюджетным. Если мы говорим без нарядов, которые были куплены на ребёнку, то порядка 150-160 тысяч на человека это встало. Если мамы на выпускном счастливы волнительно, то папы девочек счастливы абсолютно. Всё самое сложное позади. Полгода в жёстком стрессе. У меня не просто одна девочка, которую нужно подготовить к выпускному, а две принцессы. И когда у них эмоции зашкаливают, когда это платье или это, какую косметику подобрать или какие аксессуары, тут мужчине очень трудно. Чуть позже дети поедут в клуб, а родители и учителя вспомнят себя много лет назад, в 20-х числах июня. Я сама себе шила на ряд. Был он необыкновенно красивый, такой воздушный. У нас было очень весело и замечательно. Ну а мы, например, выпускной праздновали в школе. Мне кажется, это очень тепло. Эту традицию по-прежнему хранят многие московские школы. За аттестатами выпускники выходят на сцену, с которой читали стихи, пили песни на всех школьных праздниках 11 лет подряд. Они не спешат уйти отсюда, потому что знают, ночных клубов в их жизни будет ещё немало. Главное с близкими. Мы, например, в школе празднуем. Я даже этому очень рада, потому что всё-таки близкое место для нас. И это последний раз всегда запоминаешь себя. И главное, они не упустят возможность после дискотеки ещё раз пройтись по тихим школьным этажам, а потом всем классам пойдут встречать рассвет. Ирина Баранова, Иван Скорцов, Павел Алексеев. Неделя в городе. Ирина Баранова, Иван Скорцов.